всем привет дорогие друзья вы на канале смотри учись с вами миша игор и сегодня будем смотреть за фантомкой от представленного игрока это опять паркер и он уже уже топ-2 апнул недавно был топ-3 уже топ-2 вот все также очень крутые результаты показывает соответственно хотим еще раз посмотреть будет очень крутая игра фантомку мы давно тоже хотели записать вот все никак руки не доходили игр почему подходящих не не было вот до недавнего времени вот фантомка как и джиггернаут это были два самых таких героя которых уже не знаю год не пикают вот джиггернаута начали пикать винрейт у него правда маленький 45 процентов но пикает его очень часто вот фантомку все также учет не не берут практически никто на просто они тоже очень редко залетает и винрей тоже там такой достаточно грустный вот но хочется не знаю хочется иногда фантомочку смотреть даже жалко что вот так вот ее обделяют который патч подряд не хотят разработчики как будто видеть мете опачки нормально пробил баунт хантер даже почти убил там к сожалению феррик оказался причем очень агрессивно закупился на линию с орбов веномом вот таким ранним хотя вот опять же тут стики очень хорошо смотрелись бы мне кажется вот грейженные стики например ну либо там со стиком и слиперсом может быть каким-нибудь закуп что опять же против оффлайн бэтрайдера линия баунт hunter тоже в принципе может кнопочки понажимать научит не захотел стики брать видимо чуть позже донесет вот мы собственно учимся играть на 730 фантомки например это два ранга бх кстати там убили все-таки не знаю как он нависки умудрился бы хаубить но респект таким ребятам и собственно продолжим после небольшой паузы я знаю что ты ждешь боевой пропуск в доте но и вовсе нет ни проблема летний боевой пропуск с дк хуком на последнем задании появился на эпиках забирай пропуск бесплатно а не за 300 рублей по нашему закрепленному комментарию и выполнять задание ведь уже на 15 квесте эпики раздают легчайшие арканы для всех мало участвую в рейде на босса в новой мини игре атакуя рошана вместе с тиммейтами одинаковыми стихиями и получай за победу шмотки и осколки аегиса копить осколки можно весь ивент и открывается нет мега сундучки взгляните на наполнение сундучка всего за 35 побед круто что играть в игру можно бесплатно раз в час в общем ссылочку на бесплатный пропуск и мини игру мы оставили в закрепленном комментарии там же лишит промокод на 15 процентов и на дополнительную попытку в мини игре всем привет очень интересно что старт без стиков на линии причем против бэтрайдер против баунти хантера на раньше чтобы х что бэтрайдер заспомнивали первым сейчас бы этики иногда к третьему уровню вообще напалма не имеют он из таких на и баунти хантера сейчас через 2 3 играют очень часто без сурикена и когда курьера убивали успел перед смертью отдать блэйдстоун виспу очень красивое было движение на очень интересными где-то риски на первом уровне и по итогу 10 на 5 крепстат мне еще хочется тебе чуть поправить у джекер на вот венрейт не 45 процентов а 40 ровно и время от времени смотрю на винрейт джекернаута становится весело как бы герои не аппли все равно не может в игру вернуться мы теперь это смутишь на без проблем я даже не заметил что именно написал не смотреть так ну кстати виспа убили немного неприятно но опять же хотя бы крипы по таворам фантомка никак не должна умереть плюс еще за пули там и шмотки забавно на виспе подобрать не успел и он выкрутился на фантомке просто в него стал вкладывать из курьера шмотки не будет реально руб крошин просто первым этом все взял супер агрессивно собрался играть все еще без тиков а там там на виспе стики переложил себе буду то его стики на виспе и просто их не до фантомки так его сайте реализация воркорожна по ходу очень сильно пробили тут быть к убить не получится но нормально рессов выбили там конечно колечко 9 стиков и вот сейчас будет 9 стиков нажиматься возможно выживет но очень хорошо бодиблочит ой как же все красиво блин делает так ювелирника по бодиблочил тычку специально там ну в моменте с 3 фаруса чтобы тычку именно последнюю дать чтобы ему восхит достался прикольно и линию сейчас будет держать причем странно что он не пытается и хотя бы чуть спушивать все-таки ранжевиков сейчас придется потанчить самую малость без колечка это бывает больно но смотри как ему придут на блоки милишные на счет вот все-таки лишнее 80 хп от крипов потеряно даже если героями лишнее все равно танчить крипов бывает очень очень больно и сейчас кстати хорошенько руйнял ему ранжевика как же красиво и милишник еще за ним пошел можно спокойно его здесь добить до 5 восхит прикольным благодаря вот этому руб круженому раннему действительно получилось его идеально реализовать на линии и кстати бьет плоти стандартно опять же это паркер он всегда не стандартные билды делает мне кажется в нынешней метео просто каждый был бы в чексе собирал по стандарту но пт-шка бф то что ну реально а че еще можно придумать на фантом ки какой билд без бфа прям сложно представить даже джаггер науте бф собирают герои чем-то похоже мне кажется чем-то кстати фантом кутипает не понял но здесь будет здесь не будет бфа здесь будет чисто агрессивная фантомка через агрессивный билд полкан блэйд молнии нет ждем заинтриговал как ой как-то было больно неприятно катапульта еще не дали добить из 19 противники не стали давить к сожалению так мог бы быть хороший разворот там еще этот на весь пепа добрал на будущее лотус тут фантомку будет очень тяжело бить даже если перетянется там какой-нибудь эмбер это кстати а что там с эмбером ты это видишь там на эмбере 4000 нетворса 500 играется ого нормально мы смерть фантомки вначале не смотрели скорее всего фантомка тембера умерла мы не показываем смерть фантомки вначале потому что сюда на релевантность очень сильно отражается там до половины зрителей сразу же видос закрывают когда главный герой умирает начале глянешь эмберу было фэбэшка или нет через статистику давай пришлось здесь тики все-таки нажать по лесам просел на первой минуте у него фэбэшка нет они фэбэшка килл на первой минуте только умера джи рачинец на фэбэ не берфа базил кто-то другой для непонятно чаем про фантомку типал мисклик но может хотела быть спирита возможно тип ночь не знаю ну что он реально мид очень жестко уничтожил красиво опять убили батика правда фраг в этот раз виспо но опять же там можно было нормально так подставиться поэтому пойдет а кстати кибай дизоль вот эти часа сам не помню кубил но по-моему дизоля быть не должно а вот и да вот тот сам бил диффуз будет просто первым этого мы обсуждал когда мы уже купит не хотел спойлерить и через ранний диффузик будет устраивать нарезку чисто с принципе у них драфт максимально агрессивный там может дарксир щитки накидывать у него два милишника коровых кокеры тоже четверка милишник есть куча милишников под щитками дарксира они реально могут задавить и кстати здесь скорее всего пресс умереть 12 тиков конечно есть ну да там на имбире какой-то хейтер реально паркера видимо не просто такого типа он даже паузу с 3 вдвоем это очень мразотно некрасиво ну опять же от этого даже прикольнее будет интересно будет ли паркер ему что-то отвечать в будущем то что игра же камбач на все рано или поздно быдло получит по заслугам поглядывает мид кстати души будет пытаться здесь драться очень хочется имбирю отомстить офигеть ли но он так-то справедливости ради реально красиво играет на имбире он выжил убил white spirit а задоджил кортик задоджил кортик вот если молча играл вообще был бы красавцем вот эта пауза что то то что он еще вначале писал оскорбление выучат а так чё-то такое мог себя проявить как как miracle мы драйвер на проигранной линии товар сломал очень противно и вы теперь шел качаться на бот сюда же пришла фантомка и вы спирит теперь через пол карты в мид попрется насколько все у них плохо и практически 5000 на дворце проигрывают надеюсь вот это зарешало то что фантомка в мид тп сделала плюс эмбер там до этого еще загангал фантомка убил бы эти кричат такой герой на фоне он на самом деле камбека это очень хорошо опа кстати как он тут оказался на битрайдере чуть передавил могут его наказать сейчас за это напомним много нас так она хочет чтобы напомним закончился и продолжить или читать почему так аккуратно быть что мы баха будет по ним но очень-очень корресе хотелось если он прыгнет то будет лассо придется очень новых а выговорить помимо прочего и не факт что добьет но без пуза это пришлось погибнуть я думаю на морях понише из-за этого случился бы конфликт скорее всего боялся на что просто там под подвоза под напалмом может умереть еще что касается диффузов на фантомке диффуза делают фантомку нереально боевой герой одну из лучших позиционок дайте показывает а добавляешь себе оптайма диффузами добавляешь неплохого дэмиджа вернешь от каких-нибудь эмбер еще реализация виде фазов моментально как это фантом у это с бьен году лайком был на эмбере только что просто стрикса забрал еще и сейчас веноманцера убьет хочется уйти теперь да отлично еще и ушел вот эта красота еще может помыть вернет марфа стики не успел нажать что-то переагрессирована как будто с ума сошел немного и на эмбере пошел типать ну да шоу дашь ой гайна марфа стал то поздно творится на карте цен только что андрей вместе был за фантомка очень хорошо заплатили брену за эмбера просто два косара но он по 3000 заплатили очень приятно вы правда за дубочек что всех уничтожил все равно игра очень сложно 8000 преимущества оппонентов на 12 минуте это вообще не играбельно 9000 преимущества кстати без шуток дефуз здесь хорошо смотрится типа марф морф ринге они ненавидят против моноберна играть на эмбере тоже максимально неприятно играть когда в вражеской команде есть какой-либо моноберн вот вот этот момент был показатель то что вот на эмбере часто может мана просто банально не хватать у тебя все активные кнопки ты поставь их нажимаешь им она заканчивается где-то его чуть за монобернете все на ремонт можно не улететь не в активности фазов тоже вернулся продолжай вот еще не травка ему очень крутая выпала как раз чтобы агрессивно играть 18 дэмэджа когда на 50 процентов больше здоровья это очень крутая тема летят стрелоке это вот могут подраться убить вина монсера с эмбером непонятно там ремнат может быть да вот он понимаешь этот ремнат скорее всего идет искать где его ремнант заранее оставлено в это время убивает в спирита и и при спокойно уходит пешочком там еще иллюзию заблочил крип капец ремнанта так и не оказалось по ходу на обидно не было был ремнант был все-таки он просто не захотел летать у ее настиках капец хорошо почему вы спирит до сих пор не сипает спирит в этом не участвовал на прошлый раз куда я импер на физиал будет спирита сразу же типнул так вот к теме дефазов возвращаюсь фантомка с дефазами нереально боевая то есть кто пробовал играть фантомку с таким билдом согласится что геймплей невероятно веселый но есть один огромный минус момент момент как вражеской команде появляется crimson ты наносишь ровно дэмиджа у тебя нет выживаемости и ты не фармишь и билд через бф выглядит гораздо надежнее бил через молнии даже выглядит надежнее то есть как по мне дефаза на фантом кеметы никогда не станут вот именно фестовая ну как никогда в их текущим видео показе фаза в таком видео как сейчас и пока фантомка в таком виде как сейчас не то это мне кажется не будет крутая трака морф ошибся вовкость перекачался и стана не вышел приятно очень убийство ну мы такую фантомку когда-то записывали помню от сумаила чисто диффуз манта да когда там диффуз вроде перри аппаны дабыл но он нами так как сейчас выглядел его не неразер до кстати да реально по факту но все пошла игра у фантом очки и кстати вот респект он все еще ничего даже не этот никакую не фразочку не здесь они не не тип ну в чат ничего не написал паузы от него поставил очевидно по ходу паркер мужичок адекватный максимально ай-яй-яй трипл килл хорош красиво и 11000 творится тем временем 93 крипа имеет зато 11 3 счет все таки за киллы сейчас платят невероятно много но и справедливости ради несмотря на то что я столько плохого против из-за сказал практически в половине этих убийств из-за сыграли решающую роль опять батика настигли но ты пауз есть чем сбить отлично батарейкой сбили очень много преимущества отбили всего лишь три тысячи тире противников и кстати рекой next вот вот такое ждать было тяжело блин невозможно такое ожидать агоним не лучше это же как раз хотел начать рассуждать на тему того как против агонима тяжело играть чтобы трейдеру что имперу что балансе хантеру что даже вина мастера несмотря на его агоним несмотря на его шорт для неожиданно реально сатаник прям любопытно выглядит кстати поскольку у них темп очень хороший пошли рошана забрали на вайбе все сейчас преимущество закончится у противников игра становится равной антон к двенадцать тысяч натворца с айгисом офигенно все но ли фаер еще обязательно в этой игре это однозначно будет гост от вина мансера однозначно будет ферстаф от вина мансера и батрайдера ладно про ферстаф не уверен но практически однозначно 1 башера может не хватить попытка поменять позицию манта стояла в кд дважды может умереть кстати но клоппер прилетел там четыре героя контроля очень много манта кд на склаком не я не договорились здесь есть и я попал пиздился на развороте почти убил даже было близко блин мне кажется если вы клоу стоял чуть подальше так что фантом к могла прыгнуть и обратно все преимущество отдали противникам теперь там снова 5 кусков а почему эмбер спирит так прицепился книг на ему клока как думаешь эмбер спирит с момента как клок поставил паузу эмбер постоянно пишет в чат аполлон но аполлон который аполлон по моему другому пишется но опять же за английский не уверен без понятия блин начал на эту маску купил просто чтобы у вас селиться вот маска реально вообще невозможно понять зачем была куплена даже я деда маску поливал всей грязью мира еще до того как канал появился а тут маска на новой фандомью которая есть устроенный действительно невероятно странно выглядит на здесь вообще если посмотреть на этот билд без масочки начинает казаться что такое там и лично универсал нет такого ощущения пт-шка на ловкость диффа заман торинка а есть такой миличный универсал который такой можешь купить мне кажется нету на абадон есть абадон только на абадоне поезу все-таки они пт-шка но опять же если бы не хорошен то мы бы говорили любой универсал который хочет пкмить из-за хорошего хочется говорить что обязательно не лишний это дам драка начинается фантомка с аркейной кстати это очень крутая тема на фантомке все-таки с кивы у него немного когда что как же быстро стюрб этика дальше по импер работает что там ремнанты не оказалось офигеть там и моно не оказалось ману всего же к нему я забавно ну вот лично выиграли файт причем ремочные сильники сами предошли под т2 под фокус ужаснейшая позиционка от них но преимущество все в наш 6к у противников она долго отбиваться еще какую красоту клок сделал поймать героя под блюром это очень тяжело но морф агонимный новый блюр нажал а блюр сейчас развеявится он на дистанции 400 400 это но чуть больше рэнжа атаки манки кинга вот такая вот область найти фантомку и целое испытание и как же он она бьет я в принципе 170 дэмиджа не так плохо курьером светнул себе этот спот чтобы прыгнуть в основном ленятся таким образом курьерами играть игроки на гирокоптере на каком-нибудь на рискинге вот они особенно часто играют курьером фарме на гирокоптере можно давать себе вижен для флаг канона на рискинге управлять скелетиками игроки на других героях обычно ленятся ну так на любом бронжевике в досье на любом герое с вот таким направленным скиллом как кортик в фантомке можно таким образом стаки например делать подсветив курьером себе слоу граунда на фантомке прыгать еще можно на реке тоже баттерфляй там капец на самом деле неожиданный но на морфинге настолько ранний даже без без каде без мкб той же против фантом очки на характере может причем скорее всего фантомку будет превращаться половину времени здесь в этом блюре то есть мкб придется брать фантомке все удовольствие сомнительное на фантомке вообще хочется просто купить весь зеленый дэмэдж мира и башер больше ничего не хочется а ты посмотри как насколько смело играет фантомка я думал будет атаковать тех кто поставился он же нет самый центр замеса бить морфа выбил морфа из файта дожег здесь ману эмбер спирита блин сколько раз уже эти дефаза были реализованы нам она берна именно это же очень шок там реально он эмбер убил три или четыре раза и все раза он ему просто всю ману собернем и он на ревнант не смог улететь и при этом все равно капец преимущество 5000 как так такие хорошие драки получаются но у фантомка прям огромная на нее еще круто что команда играет максимально есть дарксирчик который купил ауры пайп грифсы есть висп которые там но подхиливает у него холи локет еще сейчас будет этот ссор а ссор есть на квакверке лары медалька есть там да а это же реально стакается ведь можно и то и то навесить два момента которые хочется в пойти на боте добавить первое то что критов неадекватно много было в фантомке а и второе что даже без манаберная перспирит все-таки отлетел бы кстати накинулся на терзателя и справляются нормально таких хороших героев для убийства терзателя ты знаешь я так смогу вспомнить только двух грузная погнали на очень хорошо делает офигеть и сотри что они творят они пошли еще его оппонентов забрать терзатели потом весь помереть мог поэтому аккуратненько отошел на ренжу этого буниловка блин круто они просто два шарда для своей команды оформили у кого кверка шарт хороший там жидпак дается он летать будет а а второй шардик кому достался виспо ну виспо чуть похуже шарт он увеличивает вампиризм заклинаниями дополнительный урон еще дает заклинание сожалению с magic дэмэджов героев особо нету потом кафе и физикой бьет поэтому такое конкретно в этой игре носу и спиритом тем же можно здорово застагаться опачки пробовали зачинить не поймут контроля конечно не так много на эмбер прессе еще могут быть кроме эмбер и никто давно не показывался ну самое главное что морда но не показывался он даже играет на эмбере без быка бэшки без линки на сейф то какая сэнж по сути что понимает что там реально контроля очень мало на него убить очень тяжело купив сешиву чтобы была броня против фантомки и чтобы сумма но не выжгли в очередной раз так это прикольная задумка имбири редакшн пригодится но бросил лицов против виспо против фантом страйка и вот этот самый 0 фарда 0 фарша скажем им имба у по стрима кейта полетели идет заранее на рим нант но тут на самом деле сложно заставить эмбер это древнант полететь кроме фантом кита никто особо и не дамажит ну пойдет чё если морфа убьют очень офигенно мой этот vision зарешал хотел сказать что отбили clockwork она все-таки не отбили зато импер спирит кажется сейчас отлетит задиспелил мантой арифрешили скиллы на не успел скинуть 1 к сожалению там любом случае гость был бы от вина монстра преимущество кстати сравнялось наконец-то вот с нули файром игра должна быть намного проще там же реально много всякой пакости нули файры дэмэджа них его так даст веник без форстафа кстати играет а так из того что появилось что можно диспелить еще барабаны ботинки диспелиться вот ты пакость на пыха а чё там было ты пешку сбил реализация таланта сейчас будет на пятнадцатом таланты не озвучивали кстати на пятнадцатом практически никогда не выбирают он 25 процентов клонения от блюра это нереально сильный талант против некоторых пиков фантомка становится бессмертный если игра сном больно если хотите быстро заканчивать против кого-нибудь там сларка против кого-нибудь рискинга которые с мкбшка играть не любят особенно с фестовой против иллюзионистов нереально крутой талант но так практически всегда левый выбирается очень много для позиционки дает на 20 односночный выбор без выбора здесь вообще ни разу не видел чтобы правый кто-то брал в этом десятом выбирают правый талант фармплан неплохой и убрали все поголовно когда тут была одна секунда а сейчас гораздо чаще видим кортик и кортик без кд мне в принципе левый и раньше нравился сейчас как будто бы левый гораздо лучше а вот и второй рошанчик он мигрировать сейчас начнет из минусов а да ну кстати будет интересно если противники они реально этого ждут на на оппонентах потратили хокк шот про нарезали сильно сразу полетели моты от импер спирита и жёстко возвращаемся после пауза пошли в трейд по струйками фантомка двигается по топу морг предлагает ей вернуться причем этот глиф от дайр для дайр он бесплатный если фантомка т2 сломает у них будет новый глиф вот у резиант глифа больше нет полетели кстати на релокейте моментально отлетел от веномансер остальные кажется рассосутся еще и скорее всего веника придется ой без вас кормить нет фантомка вернулась с ним обратим даже не пытались встречать очень занятно выглядит выпили бы кбс марфа кстати скорее всего при сумме речь он один в три остался не тут мне кажется на или сажда убьют при этом на иллюзии на ближе не дадут новый нажать подходит вы спирит но даркс или хорошая задача жизни будет без батика его вряд ли убьют второй раз он роман барман вот это за решал то что он под 0 fire резко у батика все лицо выбил это задали виспо приятного мало до 20 это противенька все еще наказать ты посмотри какая подкрутка от г.б.на . да прям под вард блин прикольно это не травка работает на фантомки мне понравится как он по два крита выписывает напоминаешь вот это не травка дает всем атрибута всем броне и когда владельца атакует он тычку дает в ответ каждые пять секунд чем-то не знаю сабельку культ напоминает только они ты . душа когда тебе когда тебе . дает выпадает двойная . можешь сказать такая прикольная механика особенно универсалов это жестко работает и вот о таких вот героях как фантом очка вообще шикарно работая с критами устроенными вообще дико хочется задушнить задушнить по механике а скорее три скилл вивера напоминает потому что для сабельки нужно во-первых совершать это так и самостоятельно а во-вторых сабелька она просто разгоняет его скорость таки для максимальной на одну конкретную тычку что 3 скилл вивера что вот это нейтралка они работают как экстра тычка то есть даже сверх максимальной скорости атаки она вылезет ну и в этот момент ты можешь заниматься чем угодно идти колдовать бить другую цель это гораздо круче чем плюх и сабля задушнил хорош это моя работа кстати еще моя работа рассказывать каждый день даты для взрослых а я вчера не рассказал анекдот для взрослых я читал комментарии зрители зрители простили мне это даже не заметили но игра была очень динамичная там не до анекдота для взрослых было но сейчас сейчас файт будет может чуть по почве пока что просто еще не до для взрослых она давай давай ну все вот если они драку принимать не вот они как будто хотят принять он том как хочет но как будто одновременно и не хочет курьером своим курьером нашел вражеского курьера по пингоуте мы там чтобы они его убили блин вижу на бы сюда на баунте хантера эхо чуть-чуть пораньше ой хукшот красивые но у него у него нету движена на кокверке неожиданно так есть сыр принципе у фантомки все не так плохо хотелось сказать но все-таки все плохо причем него сиди спела мира куплены и здесь версии ремонта и блюра гоним на без вкбшки все равно очень тяжело кстати аморф то бьен гадлайк когда он успел он очень не умирал так долго удивительно без жить он вернется и умрет такой оси мне в моменте была надежда что его вы спирит заданная а она эта фишка вроде больше не работает да да давай сделаем плюс 20 посмотрим что произойдет давай плюс 30 поднялись на хэгграунд из персир еще по кайфу на себя можно нажимать на 550 мы успели побегать немного между спотами бегать плюс маны не так много стоит принципе когда у него есть мы на реген это не так критично вот эти 75 маны в начале игры это очень критично с линкой до закончился там уже новый под весь помощь без проблем так и третий шардик на команду и шардик дарк сиро нормально опять у противников идут забирать не крикал с таймингом чуть-чуть не угадали на поторопились настолько страшного меньше стала там аршивался как я понял по звукам причем непонятно было ли это слышно им но напоминаешь 3 лаки видят обе команда там алебарда появилась на бомбе хантера ну мага линка есть на на фантомке морфинг все еще кстати не имеет ничего против мясов из плюсов хочет себе просто вас вот дофармить на фантомке только потом драки принимать раз свод пустует и и туда бмкб было бы очень хорошо разместить потому что опять же там батерфляй на на морфе алебарда на баунте хантере там мясов куча короче а москве он просто продал да да он на евро языке поносил продал сколько ничего нового попросит и маски и все равно есть внутри нас всех это желание покупать маску так и заберут его нет не заберут а забрали все нормально поле локи твисп нажал есть второй скилл можно будет перегениться и все и фуловый как будто бы не рисковал сейчас погибнуть нам к башка правда нереально дорогая сейчас она когда-то меньше 4000 стоило а у фрикю стали фаером проблем не доставить убить из червячка агонимный правда веник в принципе пофиг блин там рошан возродился хорошо на капец как не хочется давать это правда рошан за тьму тут рефрешер был бы идеально если бы за заряден был кстати говоря но пока там все равно будет рефрешер немного другая механика за какую сторону он первый раз появился такая шмотка и будет то есть раз туда ир пиро ну видишь там рефрешер о ничёсо вот я тоже думал что ну если мигрирует рошанчик то поменяется однако нет фокусит веноменсера блин дэмэджи кстати много веноменсер навалил с магии офигеть фантомку стерли может даже дважды умереть в туши чё-то с магией капец как много дэмэджа фух молодец на весь пиво вез и кстати смотри куда увез прям под бэтрайдера шикарно поднули fire опять же скоро новый блюр а все убил балансе hunter сразу же появился новый блюр попытка разрывать дистанцию блин а как вот этих демонов убивать это вообще же жизнь убил и 2 демона убил охренеть а как же мкб еще вовремя подлетела там правда байбек нашел но это это шикарно сейчас было он кстати снял ведь стриг до сморфа а здесь тикс кистрик 2000 получил висп весь бы завосхитил ну нормально нормально он бэк на все так что пофиг на эмбер и кашу хоть и убил всех так и эмбер и тоже замучил принципе ничего полезного нам не напишет мне кажется давай сделаем три раза по плюс 10 посмотрим чё на карте изменится и как раз поднял поднялся на хэкграунд бэтрайдер здесь а фантом к вальтабе сидит а как бы я сменился только чтобы кибается таник сейчас и бисал не бисал гораздо интереснее выглядит как по мне но еще интереснее выглядит бкбшка согласишься ну вообще-то можно окна видим а кстати одну сторону могут потерять 20 секунд до фантомки либо там товары отойдут с то что глиф обновиться но кажись амбер не хочет отходить вот и поплатился убили вина мансера ну да им надо было после товара уходить сейчас фантомка ты пнется и всех убьет кто не успел уйти но кажись там все успели давайте но он пойдет ничего особо не потеряли еще и бэх чё тут убили ладно анекдот для взрослых какой день ну какой день анекдот для взрослых мы рассказываем не знаю нет гораздо дольше не помню но опять замеса свои устроили кстати бэтрайдер великолепная цель вас у него нет развернуться не может фокус одинокого морфинга не боится потому что есть блюр еще есть теперь с талантом море замка башки до сих пор а ты игру мотал а да на плюс 30 после рошана прикол я звучал вроде бы так мы уходим на склейку не противники конвейер невероятные устроили фантомка абсолютно бессмертная если эмбер в таверне прибивать ее нечем до этого всегда эмбер своими кнопочками и и дамажил так и слушай трон начинает ломать 2 экстренно срочно анекдот для взрослых 1 попавшийся надо торопиться вот там пауза от фантомки кстати о да ну нафиг ой ну да тут вообще и пауза и видимо каких-то приятных слов он по написал хвалебных смею предположить тратишь время анекдота угостите дамом бокалом белого вина ой нет я дома давно не убирался а какое-то имеет отношение к но если не имеет тем более нет смысла угощать все да но в отличие от предыдущего здесь хотя бы понятна шутка не понял слишком быстро так как зачитал да давай давай еще раз давай раз уж мы все равно конечные заставки испортили то за одну статку покажу а угостите даму бокалом белого вина ой нет я давно дома не убирался какое-то имеет отношение к но если не имеет тем более нет смысла укачать окей понял да да конечно анекдот херня но в отличие от предыдущего хотя бы хотя бы понятно в чем шутка заключается но вообще вот в этой подборке все анекдота на эту тему вообще все это не это наиболее приятный из того что попадалось ну и получается всем огромное спасибо за просмотр если видео понравилось то обязательно ставьте лайки и мир вам